много показать его надо будет быстро о чем презентация что кто я почему я здесь я занимаюсь последние два года тем что из мамонтов делаю слонов то есть из достаточно старой достаточно старой стандартной стационарной системы то что называется словом enterprise перевожу ее на большие объемы на ходук на новые технологии и все это делается в разрезе довольно таки больших нагрузок поэтому здесь как раз такое название презентация стоит из мамонтов слоны то есть оба говоря вокруг полно мамонтов войти в украинском в германском по всему миру полно мамонтов систем которые заведомо оперируют уже технологиями которые не соответствуют их размеру мамонты вымерли почему мы на самом деле точно не знаем но мы предполагаем что мамонты вымерли из-за своего размера они просто не смогли эту махину прокормить когда система эксплуатируется в продакшене 10 20 30 лет она рано или поздно перерастает свои технологии причем никто не сказал что вот что-то поменяли и угробили систему она просто выросла и у нее начались проблемы роста если система не мигрирует и не становится существенно лучше она превращается в мамонта и вымирает где мы на этом поле на технологиях больших объемов данных мы вот вот мы витек компания вот наши заказчики вот наш health care то есть это десятки миллионов пациентов это биллионы каждодневного объема медицинских записей их обработка их процессинг и вот это вот все у нас крутится в этой ситуации пользоваться старыми технологиями просто невозможно мамонт нам не годится нам нужен хороший здоровый бегающий слон нам все это нужно но два года назад когда я пришел в эту компанию там был вот приблизительно вот такой вот стак технологий которые касались бигдейта что-то надо было с этим делать и на сегодняшний день у нас вот такой стак технологий то есть речь идет в основном вы видите это ходу почему я оперирую метафорой слон это большой слон действительно который решает очень многие проблемы растущих систем то есть внизу у нас hdfs в качестве файловой системы дальше у нас ресурс уровень управления ресурсами качестве явно сверху у нас аналитика движки обработки аналитики сверху у нас данные из бэйс apache бэйс сверху у нас слева справа от него high и системы поиска построения индексирования еще сверху у нас real-time обработка кавка уже полный рост люсин индексы сверху на соответственно инфраструктура скалы и джавы и наша предметная область холтских конечно же мы пользуемся куча инструментария традиционного и все это как-то вот так вот крутится вот это то почему мы здесь что у нас было ну очень многие enterprise системы сводятся приблизительно к вот такому у нас куча клиентов у них есть свои applications и они довольно сильно отделены друг от друга у каждого свои 1 2 и более баз данных где-то есть входной поток информации большой достаточно в нашем случае он действительно громадный это медицинские данные различных провайдеров то есть это данные об анализах это данные о том что делалось с пациентом что с ним происходило само по себе нужно как-то обрабатывать этот входной поток информации как-то его преобразовывать вычищать валидировать нужно затаскивать его в базу в хранилище конкретного уже клиники вплоть до такого уровня врача и нужно формировать отчетность нужно формировать отчетность для государства нужно формировать отчетность для страховой компании это отдельная тема это выходной поток данных то есть вся система грубо говоря складывается из большого входного потока данных, преобразование какого-то большого хранилища и всего, что связано с ним, функционал, интерфейс, обработка, аналитика и какой-то выходной поток данных. Тоже, опять же, вычистка, хранение на выход, архивирование. В принципе, любой HealthCare Provider будет иметь приблизительно вот такую вот структуру решения. Это не все, конечно, решения, это только базовые вещи. Что с этим связано? Входной поток информации большой. Он действительно большой, это биллионы. Это миллионы, биллионы записей, когда, как, какой структуры, как считать, но это большой поток. Далеко не весь он нужен вот там вот в оплекухе, в конкретном хранилище уже клиента. Его нужно отсекать, его надо вычищать, его надо верифицировать, там очень много грязной информации будет, это всегда, это в любом большом хранилище. На выход тоже его надо собирать, эти данные надо готовить, их надо преобразовывать, это очень, ну, достаточно тяжелый процесс. Обработанные входные данные нужно архивировать, нужно куда-то уносить постоянно, потому что это медицина, там все нужно протоколировать. Но держать это в системе, это практически невозможно, надо выполнять то, что называется retention. А собирая данные на выход, когда ты отсылаешь какие-то данные, к тебе постоянно приходят и говорят, до меня не дошло, до Штирлица не дошла шифровка. Это все надо найти и сказать, до тебя дошло, только ты не нашел. Например. И вот это вот особенность работы HealthCare. В таком технологическом стейке с этим связано очень много проблем. Например, SQL-ных баз очень много. Если это все построено на сиквеле, их реально очень много. Входная информация, ее надо как-то архивировать, это громадные объемы, опять же. Выходная информация, там очень много, и ее надо собирать из разных сиквель-данных, просто сам процесс сбора информации сложен. И клиенты, которые каждый хранит, каждый имеет свое независимое хранилище данных, совершенно со своими особенностями, что-то сделать на уровне выше одного клиента, это очень тяжело, если вы предоставляете сервис многим клиникам, многим организациям. Это действительно куча проблем. Вы видите, вся эта система, она вся в красных пометках. И так у всех. Это вся индустрия такая. Зачем люди бегут в решение Big Data, то, что называется сейчас Big Data? Во-первых, за местом. Просто тупо за дисковым местом, за организацией хранилища. Дело не в том, что у них винты особо какие-то дорогие. Дело в том, что планируя, как хранить эти данные, вы должны понимать, что они будут расти сами по себе. И очень быстро. И не вопрос купить 10 винтов, вопрос, как добавить к ним еще 10, так, чтобы не повалить все решение. То же самое с процессором. Вам нужен процессор, и вам нужен он сегодня вот для того клиента, завтра для этого клиента, через час вот там вот, и вот нам нужно много. И не постоянно. То есть нужно какое-то решение, где ваша процессорная мощность может будет бегать между клиентами. И вам нужно каким-то образом, чтобы ваши решения, данные, которые хранятся, структуры, которые хранятся, были удобны для всего, что вы делаете. А еще лучше отображали то, что делается в реальном мире. То есть, допустим, данные о человеке удобно собирались, удобно обрабатывались, удобно фильтровались. Они собирались по 20 таблицам. Но проблема в том, что до недавнего времени все, что делалось в этой индустрии, это был вот такой швейцарский нож, и назывался он словом сиквель. И до сих пор многие компании это делают. Мы очень не хотим это так делать. Не хотели два года назад. То есть реально мы нарвались на то, что сиквеля нам идеологически не хватает. Он вроде хорош для всего. Он дает аналитику, он дает вставку, он дает индексы. Но он для всего конкретного плох. То есть что ни бери, он выполняет плохо. А все вместе вроде как хорошо. Например, вот она аналитика. Как делается хорошая аналитика на больших объемах? Мы берем ваше хранилище, как-то преобразовываем ту информацию, которая в нем хранится в объекты, которые удобны для обработки. Распараллеливаем это все в несколько потоков. Каждый поток выдает свои результаты какие-то по аналитике, и потом суммирован. Вроде как просто. Давайте посмотрим, как это кладется на сиквель. Вот то, что у нас конкретно. Ну, база, конечно, синтетическая, естественно, но проблема иллюстрируется именно так. Вот у вас есть запись о человеке. У вас есть запись о его страховой компании, у вас есть запись о его проживании. Чтобы вытащить один объект человек, вот туда вот, желтенький, вам нужно полезть в три таблицы. Когда речь идет о миллиарде, ну окей, о ста миллионах, о десяти, даже о миллионе, это превращается в большую проблему. Миллион еще ладно, но база скелится в два раза, вам нужно в каждом случае три раза полезть в таблицы. И сложность этого нарастает не пропорционально росту пациентов, базы пациентов, а степенью, экспонентой и так далее. И сиквель тут просто-напросто ничего не может сделать, рано или поздно. Еще одна проблема. У вас есть база данных, вам нужно добавить просто поле. Вы делаете, ну, все привыкли как делать, да? Эльтер Тейбл. Все хорошо, но есть проблема. А если там миллиард записей, сколько это будет работать? Что делать в это время с сервисом? Это проблема. Вот приблизительно на такую ситуацию рано или поздно наткнется любое сиквель решение, которое строится традиционным образом. Рано или поздно вас как вот того кота вот туда вот поместят, и любое движение, любое изменение архитектуры будут наталкиваться на то, что вы уже вот в этом каткерере. Еще одна тема. То есть почему? Ну хорошо, вот у вас возникла проблема, вы хотите вместо одного сервера использовать 20 серверов. Как разбивать по ним данные? Я когда-то во Львове иллюстрировал. Окей, есть люди, которые разбивают данные по годам. Это ужасно, потому что каждый год они кладут на новый сервер. А что делать, если, во-первых, старые данные никто не хочет обрабатывать, и сейчас не нужны эти сервера, простаивают? И что делать, если данные на следующий год принципиально больше? То есть у них неравномерная нагрузка. Как его масштабировать? Сиквель не имеет, как правило, ну если не брать совсем дорогие решения, то нормальные решения за вменяемые деньги, они не имеют хороших механизмов масштабирования. И еще. А вот эти вот механизмы сбора потоков, они вообще отсутствуют. Я могу еще лучше сказать, что если даже вы размазали хорошо данные, когда вы начинаете сиквелем куда-то их вытаскивать, вы, во-первых, по сети их вытаскиваете, потом там где-то обрабатываете, и вы имеете проблему. Это все проблемы реальные, на которые мы на каждую наткнулись, много их решали по-разному. Вы знаете, к чему мы пришли, к какому поводу? Чтобы сохранить лог на диске, например, не обязательно тебе нужна сиквель датабаза, если ты нашел, как их, как среди них искать. Ну что делать? Вот так вот мы планировали. Мы думали так, окей, мы возьмем сиквель, мы его передвинем за один мах на ходу в HBase, и потом мы живем замечательно, счастливо и будем гораздо быстрее отчитываться, гораздо быстрее формировать наши документы выходные, все будет обалденно. Но там розовые очки не просто так, ничего у нас не получилось, так как мы думали. Но, в принципе, все, что мы выбрали, мы были правы. Мы взяли за основу ходу по трем причинам. Первая причина. Слоники масштабируются действительно хорошо. То есть если мы ставим два сервера Hadoop вместо одного, то он, как правило, делает, ну не в два раза, но в 1.8, в 1.9 раз больше работы. Особенно если это число пошло за три ноды, туда, дальше. Он open source, то есть ни одна конкретная компания не указывает Hadoop, что делать. Указывают, но их доля, она не решает всего, она не может остановить весь процесс. И все, что делает Hadoop в плане надежности, безопасности и так далее, это не есть какое-то специфическое, очень дорогое железо. Это просто нормальное железо. Оно стоит вполне разумных денег. Не так, как многие говорят, вообще копейки, но вполне разумных денег. То есть аналогичные по объему задачи решаются в интерпрайзе совсем другими серверами за совсем другие суммы. Вот приблизительно вот так вот. То есть это вполне реальная вещь, как может выглядеть Hadoop Cluster. 10 тысяч нод. На сегодняшний день существуют такие практические реализации, проблем нет. Просто стартовать в этом бизнесе, в этой технологии, можете буквально с одной ноды. Окей, с трех, с четырех, с пяти, с восьми. Принципиально ничего не меняется. С 10 тысяч, да, там есть, после тысячи там начинаются определенные вопросы, на которые нужно обращать внимание. Например, 10 тысяч нод. Посчитайте, сколько дней должна в среднем проработать нода, чтобы у вас в день не было ни одного сбоя. Они там бывают каждый день на таких кластерах. В Hadoop это нормально. Но это решение позволяет строить так. И причем, обратите внимание, здесь нет никакого логотипа SAP, здесь нет логотипа дорогих компаний. Вот этих их тут нет. Это Apache. Но кроме самого Hadoop, кроме файловой системы, нужно еще где-то хранить данные. Мы выбрали в качестве основного хранилища Apache HBase. Причина очень простая. Она очень хорошо интегрируется с Hadoop, как с решением Big Data, но при этом имеет отличия. Hadoop, он обрабатывает большие массивы, но медленно стартует, медленно останавливается. HBase поверх вот этого вот слона превращается в такую быстро прыгающую кошку, которая может обработать ваш запрос быстро, которая может очень много, и при этом она сидит на слоне целиком, она может обрабатывать такие объемы, которые обычно даже дорогие решения Enterprise далеко не все могут потянуть. То есть петабайт данных для HBase это вообще не проблема с точки зрения теории. И вот приблизительно так выглядела наша инфраструктура. То есть железо, самый правый столбик, файловая система прямо вот на этом железе по одному сервисному процессу, вот здесь Task Tracker, Data Noda, вот он в ходу по HDFS, вторая колонка слева, Data Noda, это файловая система. Task Tracker, это соответственно MapReduce, это движок обработки нашей информации. HBase, опять же тоже базы данных. То есть смотрите, какая получается картина, совмещение на одной и той же железке, файловой системы, базы данных и движка ее обработки. Где храним данные, там их и обрабатываем. То есть когда нам нужно посчитать какие-то счетчики, или, что гораздо интереснее, выполнить какую-то более серьезную работу, мы ее обрабатываем на каждой ноне независимо, без сетевого трафика. Вот это очень важно. Я не говорю, что так можно сделать всегда, но базовые сценарии отрабатываются именно по такой схеме. Это мы так, правда, планировали. Получилось еще лучше. Вместе с HBase мы получили такую просто обалденную штуку, она называется Apache Ziokeeper. Николай Алюминков рассказал немножко о синхронизации, межпроцессорной синхронизации, межпроцессной синхронизации с Apache Ziokeeper. Здесь он использовал с HBase для координации нод. Сейчас он используется всем Hadoop для координации очень многих сервисов в этой инфраструктуре. И мы еще на него вгрузили свою нагрузку. Мы написали на нем синхронизации некоторых наших процессов, некоторых наших приложений. То есть будете смотреть, чем бы взять так вот кластерное решение, чтобы легко и дешево что-то сделать. Посмотрите на него. Он очень быстрый, и он действительно очень прикольный сервис. Я не смогу… Этот сервис стоит нескольких дней тренинга. Николай не просто так о нем говорит. В результате, что мы получили? Мы получили вот такого вот огрса слоями, то есть снизу у него координация вообще, как это все движется, зоокипер, файловая система, распределенная Hadoop HDFS. Движок, который занимается распределением ресурсов, вычислительных ресурсов в кластере. Сейчас он уже и дисковых, наверное, скоро займется. Они его постоянно дорабатывают очень серьезно. И сверху движок для реализации распределенных работ, то есть для выполнения всего, что мы делаем поверх этого кластера. Видите, очень хорошо слаженная инфраструктура, ничего лишнего. Это Hadoop 2. Вот когда мы пошли в продакшн год назад, фактически, мы пошли уже с ним. То есть за то время, пока мы были в переходе на эту систему, это был еще Hadoop 1. Вот сейчас это Hadoop 2, и в продакшн мы пошли с ним. Вот такой конфигурации. Чуть лучше. Вот сравните. Вот это. И вот так. То есть ноды. На каждой ноде файловая система, свой кусочек распределенный, база данных с данными. И для ее обработки, соответственно, и ресурс менеджер. Там агент есть ресурс менеджера, то есть который стартует все распределенные процессы. И еще и зоокипер, чтобы они хорошо между собой координировали. Ну, кое-что все-таки поменялось. То есть что поменялось между Hadoop 1 и Hadoop 2, там вот появился вот этот вот клубочек Yarn. Он очень упростил всю систему. Он не то, что даже ее упростил, он ее улучшил очень сильно. Вот это первый реальный результат. То есть сиквель переливается в Hadoop, большие объемы. И уже устаканенные, хорошо слаженные объекты обрабатываются для любых итеративных процессов. Например, для отчетности, для анализа. Это получилось, работает, чтобы просто примерно понимали. Некоторые процессы, которые просто ели неделю, они делаются за час. Кто-то спрашивал, что вы получили от Hadoop. Вот такие вот вещи там делаются элементарно. Что мы поменяли уже после того, как мы пошли в продакшн, после где-то полугода, у нас, когда мы обрабатывали сиквельные данные, видите, мы не убрали сиквель. Он у нас остался, он у нас остался для быстрой обработки. Мы убрали оттуда аналитику, часть, которая больше всего грузила эти сервисы. И изначально мы брали просто-напросто, когда мы преобразовывали данные, мы брали сиквеля, получали один большой поток данных и потом затаскивали его быстро на кластер. Потом мы поняли, что сиквель инфраструктура просто при такой нагрузке погибает, когда мы делаем переткачку данных. И мы взяли, просто упростили все потоки сиквеля, а уже на кластере делали обработку, объединение, анализ этих данных, какую-то дополнительную проверку и уже вклали ее в кластер. Если у вас будет подобное решение, присмотритесь внимательно к этому слайду, потому что то, что сделано сверху, такое можно делать только на относительно небольших объемах. То есть сиквель надо разгружать. Это вывод стопроцентный, он просто не подлежит обсуждению, если он в принципе делается с прицелом на будущее. Чему мы научились 100%? Это не изобретать велосипеды. Мы пошли в продакшн с Клаудерой, то есть дистрибьюшн Хадупа у нас не open source. Мы в принципе пробуем, мы смотрим влево-вправо, но на продакшнене у нас Клаудера. Почему? Причина очень простая. Для нас это баланс с точки зрения, с одной стороны, какой-то поддержки, все-таки возможности свалить рутину на чужие плечи за какие-то деньги, с другой стороны, достаточно свежее решение. Клаудера все-таки настолько не отстает от рынка, как многие другие интеграторы. Она неплохо держится. Есть лучшие варианты с этой точки зрения, но они хуже по поддержке. В результате что мы получили? Хадуп – это такая инфраструктура, похожая на консервные банки, и их много. Каждая консервная банка – это процессор, винт, память, ну, грубо говоря, память плюс процессор. Можно так, хранилище плюс процессор назвать. Их много. Оно однородное. В этом как раз есть смысл, потому что любая выпавшая из этого кластера консервная банка быстро заменяется, быстро ремонтируется по образу и подобию, то есть оно однородное, это решение. Но что теперь делать? Окей, мы получили хорошую батч-аналитику. То есть по всей базе пациентов мы можем провести любой анализ, проверку, инвестигейшн для клиента и так далее. Вы знаете, когда мы занимались сиквельными базами данных, в принципе, и кто занимается ими постоянно, он думает, что поиск не по индексированному полю в базе данных – это то, что дается само собой. Вот на сайте посольства Канады написано, что, вообще говоря, вход виза в Канаду – это не право, это привилегия. Вот приблизительно так и с Apache HBase в плане индексирования, в плане поиска. Это не то, что вы получите из коробки, там придется как эту задачу решать. То есть по первичному индексу, по вашему ID пациента вы поиск сделаете хорошо, там логолихмический поиск, никаких проблем. Но когда вы хотите найти пациента по имени, вам придется что-то делать. Что мы сделали технологически? Мы взяли Apache HBase, взяли вот такое решение, оно называется NG Data Lily HBase Indexer. И обрабатывая поток данных, который идет в HBase, сидя на нем, мы получили трансформацию данных для Apache Solar. Apache Solar – это очень хорошая полнотекстовая поисковая система, которую вы можете найти во многих продуктах, и она действительно хороша. Снизу у нее в качестве поискового движка Люсин. Как это все работает? Ну, то была концепция, в принципе, вот как оно работает. То есть клиент пишет данные в Apache HBase, Apache HBase реплицирует, думая, что это другой кластер с базами данных, эти данные на что-то другое. Этим чем-то другим оказывается Lily HBase Indexer, Lily HBase Indexer преобразовывает ваш поток данных в поток обновления для индекса Solara. Solara берет ваши обновления индекса, переписывает их там где-то у себя, хранит, соответственно, это распределенное решение, это Solara Cloud на самом деле. Вы пользуетесь всей функциональностью Люсина, то есть очень хорошими полнотекстовыми индексами, а когда вам надо что-то найти, клиент приходит по HTTP буквально по REST-у там какому-нибудь, дает запрос на Solara, а давайте вот это найдем и получает свой ответ. Быстро. В чем большой-большой профит? Ничего не бодифицируя вот в этом вот потоке данных на HBase, можно сделать индексы, не просто индексы, а любую обработку, например, там сокращенный поиск по фамилиям, там нечеткий поиск, не знаю, все что угодно, фасетный поиск. Все задачи поиска решаются не внутри хранилища. И каждый компонент этой системы хорошо масштабируется, то есть HBase – это масштабируемое решение, Lili – масштабируемое решение, их может быть много. Solar отлично масштабируется, Solar Cloud, Zakiper вообще для распределенной дистрибуции предназначен, но HTTP тоже все масштабировать умеет. Все. Все, чего вы хотели от поиска, вы получили. Хорошо, на этом мы тоже не остановились, мы пошли еще дальше. Мы пошли дальше, мы пошли в реалтайм. Это относительно все-таки новое веяние в Big Data, ну как новое, то есть год назад еще о нем на публичных конференциях говорили мало, как минимум не специализированных, не посвященным специально вот этим технологиям. То есть берем поток сообщений и делаем что-то вроде GMS, только распределенный. Этот распределенный GMS называется Apache Kafka. С GMS много, да, я надеюсь, людей работало, или подобными системами. То есть мы имеем очередь сообщений только распределенную, очень быструю. Через Kafka мы можем сообщения заводить либо на Apache Spark, отличный аналитический движок. Кто уже сталкивался, вот вчера был доклад, такой обзорный, я надеюсь, кто, вот я вижу Олега, то есть это все было. Spark в принципе может обработать вам как на аналитику, как батч, ло от скафки, большие объемы, большие куски информации, так и стрим. И этот стрим можно затащить в HBase, потом уже вставить в базу данных. Его можно индексировать и получить поиск. Видите, какая связка? Что в ней хорошо? Kafka это Publish Subscribe Service. Вот приблизительно, ну можно вот так показать. Вот так, да. Вот у вас сервер приложений. Сервер приложений отдает на Kafka, возможно это два разных кластера. Это просто вот я для иллюстрации показал, как это можно сделать вообще с выводом одного кластера в maintenance. Один кластер вы вывели, но пишите вы поток на два кластера. Если у вас ID правильно проставлены для того, что вы в него пишете, вот тут вот на Spark, и они уже зайдутся, он даже если два потока информации сделает, ничего страшного не будет, они потом сольются там, они идентичны. Spark подписывается, это подписной индекс, то есть Spark подписывается на одну кластер, на другую кластер. Один кластер вы вообще выделили, вывели из maintenance, возможно за ним вы положили ходу, просто на время. Вот вы можете ночью себе это, например, позволить. Ваши клиенты пока этого не заметят или их контракт позволяет такое сделать. Вы вывели все это, проапгрейдили, подняли, и потом оно выгребло свою кавку, свою точередь, которая образовалась. Для сервера приложений нагрузка не была какой-то катастрофической. Сервера приложений очень не любят какой-то нестандартной, неправильной нагрузки. И все. И это все работает. То есть, смотрите, в чем идея реалтайма здесь. Реалтайм делается за счет того, что он реалтайм для отдающего его сервера, в данном случае application сервер, который хочет в реалтайме отдавать поток изменений данных. Kafka забирает его сразу, и для сервера приложений этот поток совершенно асинхронный. Kafka хранит его столько, сколько надо у себя. Это распределенное решение. После этого распределенного решения любой сервис, который у вас хочет обрабатывать данные, например, построенный на Spark, на Spark Screaming, возможно, может вычитывать кавку. Может быть, он будет это делать большими кусками. А может быть, будет по каждой вставке это делать. Потом он кладет это в HBase, и дальше уже что вы наворотите? Достоинство, что к кавке могут подписываться кто угодно на поток этих данных. То есть ваша система очень хорошо скейлится. Вот опять слайд с... У нас немножко времени еще. Слайд с всем технологическим стеком. Теперь вы понимаете, что в нем, за что отвечает, и зачем каждый компонент нужен. Опять же, Hadoop HDFS, файловая система, YARN, управление ресурсами, как все это запускать, на каких серверах, сколько процессорных ядер отдавать, сколько памяти отдавать каждому процессу. Hadoop MapReduce один пользователь этого всего YARN и ресурсов. Apache Spark другой пользователь. Мы их используем и тот, и другой. Один очень хорошо делает фокус на свою вещь, то есть MapReduce, трансформировать и потом слить. Другой делает неплохо все остальное. Но есть, конечно, определенные вопросы у меня к Apache Spark, хотя в целом, конечно, решение гораздо быстрее. Плюс еще MapReduce знает гораздо больше людей, чем Spark, давайте честно. HBase хорошо это все хранит. Hive для тех людей, которые хотят SQL. Они такие его имеют, без некоторых вещей, но SQL у них есть в руках. Когда аналитику нужно за полчаса сделать выборку, он берет Hive в руки и делает эту выборку. Для индексирования данных используются Vili и Lucene. Для real-time и завода в эту систему real-time потоков данных используется Kafka. Еще, возможно, здесь появится рано или поздно Storm, потому что по некоторым критериям Spark ему, возможно, уступит. Сверху, соответственно, все это пишется на Java и Scali. В основном Scala бегает вокруг real-time и вокруг Spark. По понятным причинам, потому что эти вещи, такие как Actors и так далее, позволяют здесь Scali сделать гораздо больше. Но Java никуда не девается, потому что это Enterprise. Итак, куда мы пошли отсюда? Самая интересная штука. Вы видите, к чему все идет? Вот под тем слайдом, который я уже показал, видно, что все идет к real-time и к гораздо большим требованиям к системе. У нас есть миллисекундные latency требования, у нас есть требования 24 часа на 7 дней в неделю постоянной стабильности, как минимум, видимой клиенту, и у нас есть требования больших объемов данных, петабайтных. Многие видели вот эту картинку, только мы ее сейчас рассмотрим в размере последней, там сколько там слайдов, в разрезе Big Data. То есть, что, как технологически это выглядит и что это будет означать для Big Data. Итак, да, просто переводы, вдруг кто не видел и не знает этих слов. То есть, речь идет о реактивных системах. Реактивная система считается, что это система, которая дает четкий ответ по времени, responsive, которая хорошо скейлится или сжимается. Раньше тут было scale, но теперь тут есть слово elastic, то есть, гибкая, resilient, то есть, если что, упругая, то есть, если на нее меняются, для нее меняются внешние условия, например, что-то падает, она остается живой, она остается в рамках каких-то контрактов, то есть, она устойчива к изменениям, она на них правильно реагирует. И, соответственно, message driving, то есть, все делается асинхронно и действительно сообщениями. Это очень прикольное свойство. Что это означает на практике в Big Data? Наше решение. Я не говорю, что у всех будут такие решения, у кого-то будут другие стеки. Responsive. В принципе, все нужное я уже показал. Application Server дает на Kafka живой поток данных, Kafka быстро Spark Streaming отрабатывается, Spark Streaming OLTP HBase, то есть, база данных, которая хорошо работает с мелкими вставками или чтениями, отрабатывает это все быстро. Только что я рисовал, опять же, HBase хорошо индексируется, отдает как репликацию в реалтайме поток на Lili, Lili отдает это все Solar. Вся система от вставки новых данных до появления в ней поиска, это действительно, это для человека относительно незаметное время, до секунды, например. В принципе, насколько быстро она будет реагировать, как правило, вопрос в качестве и количестве серверов в этой системе. Можно до миллисекунд вывести. Все. Вот она, Responsive. Resilent. То есть, что делается, как система реагирует на падение, как она остается живой и как она остается в рамках контрактов, то есть, допустим, по скорости. Смотрите, каждый компонент этой системы, зоокипер, я сказал, он distributed вообще по натуре, он распределенный, одну ноду уложишь, ему ничего не будет. HBase, регион сервера, то, что называется, с данными, они распределенные, их очень много. Lili, он распределенный по натуре, по своей, Клаудера, системы, кто смотрел, там прямо он обернут с UI уровня, он действительно хорошо распределен. И Solar, там все распределено. Хадупцам по себе Storage, он распределенный. Все. Система реагирует на падение ноды, перебрасывая нужные кусочки данных, перебрасывая нагрузку. Причем, в каждом элементе здесь есть репликация. На Solar есть репликация, на Lili он просто в несколько потоков это все обрабатывает, кто схватит. у HBase, сейчас у HBase 1.0 вообще есть репликация своя, не за счет файловой системы, а своя репликация данных, то есть одни и те же данные можно хранить на уровне базы данных в нескольких серверах. Файловая система вообще все репликация. Elastic. Ну, докеры, контейнеры, то есть Hadoop поддерживает уже, по-моему, только ленивый клауд-сервис не поддерживает Hadoop на сегодняшний день. Yarn – это ресурс-менеджер, то есть, соответственно, мы можем на Yarn ресурсы скелить довольно хорошо. В Hadoop уже есть решение для онлайн добавления даже хардварных нод прямо вот по-живому с полным подъемом сервис вообще чуть ли не автоматическим. H-base опять же скейлится как вверх, так и вниз без перегрузок. Все. В принципе, сказать, что этот сервис неэластичен нельзя. Возможно, что-то в этом стеке появится еще дальше, но вот эластичность этого сервиса в основном, конечно, обеспечивается клауд-провайдерами. Может быть, будут более удобные решения, но то, что есть сейчас, уже достаточно работает хорошо. Message Driven. Смотрите, то, что я обещал, что Kafka, получая нагрузку, получая real-time stream сообщений от application сервера, она скармливает его, допустим, Spark'у и дальше кладет как-нибудь в Hadoop. Кстати, не обязательно на H-base. Здесь H-base, обратите внимание, нет. Никто не мешает любому другому сервису подписаться на поток сообщений в Kafka и отрабатывать его по-своему. Hadoop-кластер проседает по нагрузке в этом случае? Нет. Он вообще не видит этой дополнительной нагрузки. Application сервера вообще, они отдали свой поток и успокоились. Они работают в своем штатном режиме. Только Spark плюс Hadoop получает, возможно, еще дополнительную работу, потому что потом этот сервис к ним потом придет. Но это не обязательно, вы просто планируете уже рост с учетом роста вашей системы. Что вам придется скейлить в данной ситуации? Только Kafka. Но это относительно дешево, это отдельный сервис может быть. Хотя он может быть тут же на Hadoop. Все. MessageDryne. Мы покрыли все четыре основных свойства. То есть, вот вам одно из решений, наше практическое решение реактивных систем на Hadoop для больших объемных данных. Все четыре свойства выполнены. Все четыре свойства легко считаются. И заключительный слайд. Собственно, что я пытался показать и что я надеюсь вы легко увидели этого. Раз. Как вы видели, система получилась даже первым приближением совсем не такой, как мы изначально ее планировали. То есть, не пытайтесь пересесть на большие объемы данных сразу вот так вот. Вот мы запланировали, что мы вот в один присест все переделаем. Не получится. У вас будет оперативный процесс, причем каждый кусок этого решения будет перерабатываться по три раза, по три раза, пока вам решение понравится и вы действительно поедете с ним в продакшн. Я не верю, что с первого раза компания какая-то так возьмет и весь этот стэк прямо пережует. Мы на этом много дров наломали, думаю, вам это тоже предстоит. Два. Для того, чтобы уйти в большие данные и Hadoop, сначала нужно изменить себя. Вам придется отказаться от сиквельной такой же зашитой логики, которая у вас в мозгах сидит. У вас придется вам что-то поменять в себе сначала. Три. В серебряной поле не существует, это все говорят, но здесь все гораздо жестче. То есть, даже если вам понравился HBase, через год, через два у вас появится что-то, что в HBase будет тоже класться плохо. Например, вы захотите вставлять в HBase какие-то громадные массивы данных, вставлять их постоянно и делать какую-то очень сложную обработку. Или вставлять в HBase данные, которые должны храниться в памяти и уничтожаются через несколько секунд. Вот для этих применений уже HBase может вам и не подойти где-то по каким-то причинам. Или безопасность вас зарубит, то есть, вам нужно будет их шифровать четыре раза. Мало ли что, но все меняется. И последнее. Чем дальше вы продвинетесь по стеку больших объемов данных, тем больше вы будете обращать внимание не на функционалку, как это сделать, а как обеспечить, чтобы это работало годами, и вам не приходилось постоянно это решение пересобирать, перегружать, и вот как-то думать о его дальнейшем росте, потому что эти данные растут сами по себе. Когда мы шли в продакшн, наших данных было в два раза меньше, чем сейчас у нас есть. Мы ничего не меняли принципиально. Периодически мы что-то находим. Итого все. У нас пять минут на вопросы. Вопросы? Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам переиндексировать весь объем данных в Соларе? Допустим, вам раньше, допустим, хотели точный поиск по какому-то полю, и потом понадобился ну там стайминг. Приходилось. Причем не то, что приходилось, а приходится. Периодически приходится. Как мы это делаем и что мы делаем? Мы берем просто индексы и строим новый индекс. Это раз вариант. Два вариант. Понимаете, у Люсина у него индексы просто хранятся. То есть это открывает громадное возможности для того, чтобы хранить их вообще не на ходу теоретически. То есть вы можете любым аналитическим движком поверх существующих баз HBase Spark, MapReduce, более того, есть обалденная технология именно для HBase. Есть такая штука, называется HBase Snapshots. То есть возможность к HBase обратиться не непосредственно к его серверам хранилища, а к образам на диски и получить API, очень близкий к тому, что есть у сервера, у живого. И там дисковые скорости. Вот таким вот образом мы делаем, кстати, перестройку живых индексов. То есть когда нам нужно просто взять индекс и отправить его заново вообще по всей этой цепочке переиндексировано не по Лилии и так далее. Лилии очень хорошо скейлятся, он очень быстро отрабатывает потоки вот таких больших месседжей. Буквально мы можем его грохнуть индекс и перестроить за очень короткое время. Вот это еще один вариант. То есть там действительно это не проблема перестройка. Проблема другая. Проблема модификация. Потому что если вы модифицируете серьезно структуру данных или вливаете в HBase что-то не через сами сервера, а вот так блоком то что называется bulk load вот там приходится как раз перестраивать индекс полностью. Потому что изменения не прошли через цепочку HBase. Она вообще HBase увидела о у меня новая база данных. Ответил да? Еще? так все что ли? Давайте и что? вопрос. Почему для real-time вместо HBase не использовали какой-нибудь in-memory data grid? типа Hazelcast например. In-memory это хорошо, но мне еще надо чтобы он хранился. Мне нужно чтобы это действительно сохранялось возможно годами. Если его периодически выгружать из какого-нибудь постоянного хранилища в in-memory? А тогда получится тот же самый HBase. HBase фактически что делает? Он берет HDFS и просто кэширует в память. То есть он здесь но при этом все-таки это решение которое в индустрии используется для этого очень интенсивно и используется такими зверями как допустим Facebook с одной стороны и с другой стороны такими зверями как тот же и Bay по-моему использует его для крупных действительно объемов. Я вам скажу хуже. Мы HBase использовали для того чтобы хранить мы на нем построили свою файловую систему для хранения действительно разномастных файлов в том числе мелких. У нас есть опыт построения вообще сторейджа файловой системы поверх HBase и преимущество здесь по сравнению даже с голой HDFS в несколько раз это замерялось с другой стороны когда файл идет большой и он логически пишется как один файл он потом распределяется и он его можно обрабатывать с привлечением всех нод кластеров плюс еще в HBase опять же можно пользоваться снэпшотами то есть взять и поверх HDFS хранилища на дисковых скоростях делать массивные запросы плюс соответственно это OLTP вот если мне кто-то покажет решение в котором можно все это одновременно то есть OLTP мелкое bulk load нормальные запросы очень быстрые сканы кстати здесь почему не кассандра почему не монго плюс вся интеграция ходу еще одна причина громадная причина то есть мы получаем не только HBase мы получаем весь вот этот стэк хэзенкальц наверное отличное решение но вот этой всей инфраструктуры не будет кассандра отличное решение но опять же вот этого всего не будет кассандра кстати уступит HBase очень серьезно по консистенции HBase это самое навороченное решение по консистенции в каком плане ну консистенции данных то есть HBase он имеет очень строгие гарантии целостности данных вот то что они пишут они пропишут свою каждую операцию по шагам и они четко гарантируют что будет на входе что на выходе так четко консистенции не прописывает ни одно решение которое сейчас есть на рынке настолько строго насколько я знаю ну кассандре можно консистенции настроить максимально ну просто потеряешь в лобильности ли я ему как никто не отменялся ответственно просто ну на самом деле у кассандры си тоже копе светится но просто вы их бейза все это просто это все это массивные данные большие при этом real-time запросы и и таки си то есть консистенции нам очень высокий уровень имеет спасибо спасибо за доклад очень интересно скажите пожалуйста а у вас аж бейс насколько нагружен вы можете привести какие-то реальные цифры миллиардные записи то есть на дико рекордс порядка миллиардов а срубут ну например есть батчи которые просто вот берут и всю базу пересканируют но это кстати считается легкой нагрузкой но мне больше запись интересует запись для аж бейса в запись самое неприятное можно сказать так для и бейза запись массивных данных делается через балк целая это убирает просто всю сложность процесса то есть вы готовите любым аналитическим вот мы например с парком готовим весь поток данных а потом просто берем и говорим и бейзу пожалуйста вот этот готовый store файл уже предподготовленный сортированный с применением всего кластера пожалуйста его прицепи к себе последний момент в результате миллиард записей оказывается в айчбэйзе за одну секунду то есть вы так хитрите можно да мы не просто хитрим мы сознательно мы еще и я же говорю мы же еще и снэп что-то используем для чтения для массивного сколько он у вас если не секрет памяти регион сервером выделено при таких распадах совершенно немного то есть у нас продакшен например может жить на нескольких десятках гигабайт но да иначе бейс далеко не вся память это понятно еще дата но надо держать а миндата но да там еще и но от менеджер на стейджинге для тестирования мы используем сервера 32 гигабайт то есть очень скромно держим там очень много всяких экспериментальных еще еще спасибо вы говорили про на приди сходу почти мне устраивает спарки мы придется на придется делает одну вещь но он ее делает уже столько лет что она и делает очень хорошо я буквально один раз нарывался на то чтобы у меня на придется и грамотно сделанной работе свалился по out of memory на сортировке а на спарке эта проблема возникает столько вот шаг лево шаг право ты неправильно рассчитал размер входного потока на один сегмент и все и и приехали вот как пример так у нас 16 18 я должен был заканчивать 16 15 то есть я никого не хочу задерживать если кому интересно вообще не проблема вот на просто что люди которые хотят на кофе то большое спасибо всем